Казанский нас особенно внимательно смотрит постоянно, привет Денис, вот еще спасибо скажите за то, что мы уничтожим всю эту мерзость в вашей стране, которая станет нашей страной. Российский пропагандист Александр Коц в своем интервью упомянул мое имя и заявил, что цель войны, которую ведет Россия, освободить таких, как я, от таких, как Ирина Фарион. Коц оказался очень впечатлен количеством людей, которые пришли на похороны в Фарион. Он очень удивился, что она была в Украине настолько популярной и заявил, что сторонников Фарион и ее идеи Россия будет выжигать каленым железом. Огромное количество народу на этих похоронах рыдают, на коленях стоят. Вот, собственно, дорогие товарищи Бужанский и Казанский и прочие Назару, вы смотрите на эту толпу, смотрите, как в зеркало, в котором и вы отражаетесь, и ваши родные, и ваши друзья, и вся сегодняшняя Украина, которая сделала возможным вот этот ее еще прижизненный триумфолий, который, собственно, нам и предстоит выжить каленым железом русского оружия. Поэтому, товарищи Бужанский и Казанский, Казанский нас особенно, внимательно смотрит постоянно. Привет, Денис. Вот еще спасибо скажите за то, что мы уничтожим всю эту мерзость в вашей стране, которая станет нашей страной. Не совсем понятно, почему я у него оказался в одной компании с Бужанским, идеи которого я, мягко говоря, не разделяю. Ну да ладно, не суть, главное сейчас не это. Значит, Коз утверждает, что цель России выжить каленым железом сторонников Ирины Фарион. Я сейчас не буду спорить о личности Ирины Фарион, я не хочу сейчас давать ей оценку. Давайте проведем такой мысленный эксперимент и согласимся, что Фарион это зло. И посмотрим на ситуацию с вот этой российской точки зрения. Российская пропаганда утверждает, что идеи Фариона это зло, которое нужно выжигать каленым железом. Хорошо, допустим. Но ведь посмотрите, что происходит в реальности. А в реальности Россия выжигает каленым железом совсем не идеи Ирины Фарион. Россия выжигает каленым железом Донбасс и его жителей, которых-то как раз Ирина Фарион, как мы знаем, не очень-то жаловала. А они, в свою очередь, не слишком любили Ирину Фарион. Давайте посмотрим, что происходит в реальности. Ведь, чтобы ляпать языком, много ума не надо. Смотреть нужно не на слова, а на реальные действия. А реальные действия России сегодня хорошо видны по документальным кадрам из Донбасса или, к примеру, из Волчанска. Тут действительно можно сказать, что Россия буквально выжигает каленым железом целые города. Полумиллионный русскоязычный Мариуполь, например, несколько месяцев неизбирательно равняли землей авиабомбами. Стерли с лица земли целые микрорайоны вместе с их жителями, не считаясь ни с какими потерями среди гражданских. И сам военкор Коц об этом, конечно же, прекрасно знает. Города Бахмут, Солидар, Маренко, Попасная, Волчанска, Авдеевка уничтожены или полностью, или почти полностью. При этом количество фанатов Ирины Фарион там стремилось к нулю. Но и эти города Россия выжгла каленым железом и никого не пожалела. В них не осталось жителей. Что уж говорить про более мелкие села и поселки типа какой-нибудь Тошковки. Все эти города жили абсолютно нормальной жизнью до 2022 года. И они сегодня были бы целы, если бы Путин не начал так называемую СВО, которая стала буквально кошмаром для Донбасса, потому что нанесла региону такой урон, который не наносила ни одна война до этого. Даже Вторая мировая. Тогда бои на Донбассе длились всего пару месяцев, кстати. А теперь Россия равняет его уже два с половиной года. И то, что я сейчас говорю, это не какие-то домыслы и не пустые слова. Это объективная реальность, которую, кстати говоря, признают даже многие российские военблогеры, которые открыто говорят о том, что Россия воюет просто ужасно и превращает все вокруг в лунный пейзаж. И помощью жителям Донбасса это назвать никак нельзя. Вести в войну в таком виде, в каком она идет сейчас, всю эту компанию, всю эту так называемую специальную военную операцию, это путь в никуда. Это тупая позиционная бойня, которая освобождаемых людей превращает, ну не знаю, в существенные грани выживания. Мы фактически их не освобождаем, мы их наказываем. Россия уничтожает не то, что Котс считает мерзостью, да? Россия уничтожает русскоязычный Донбасс, который, по мнению российских пропагандистов, от вот этой всей мерзости там якобы очень сильно страдал. И теперь Котс считает, что русскоязычные жители Украины должны сказать России спасибо за такое освобождение. Но сам способ ведения войны, который практикует Россия с тотальным выжиганием всего живого, просто не предполагает выживания тех, кто гипотетически мог бы сказать России спасибо. Много ли вы видели людей в Марьинке, которые сказали спасибо российской армии? Много ли вы видели таких жителей Марьинки, которые вышли на улицу с цветами встречать российскую армию? Вот Марьинка. Никого нет, видите? Ни машин, ни людей. Вон оно, знамя победы, знамя 150-й Идресской дивизии. Вот она, наша Марьинка. Кажется, в Марьинке просто не осталось никого, кто мог бы теоретически сказать спасибо. Как и в Бахмуте, как и в Попасной. При этом на Западе Украины, там, где партия Ирины Фарион, ну уж точно была популярнее, чем на Донбассе, ничего подобного не происходит. И более того, Кремль и его пропагандисты подчеркивают, что Запад Украины им не нужен и не интересен, потому что там живет враждебное России население. Нам и не надо никакого львова, да? Каленым железом россияне сегодня выжигают как раз тех, кто всегда голосовал против Ирины Фарион и ее партии. И вот так Россия им теперь за это отплатила. Это просто факт. Ну, посмотрите любую статистику и любые результаты выборов, и вы все поймете. Как коренной дончанин, как человек, который родился в Донецке, вырос там, провел там первые 30 лет своей жизни, я считаю, я имею моральное право судить, так вот, как коренной дончанин, я утверждаю, что для моего региона, для моих земляков нет худшего врага, чем Россия и русский мир, потому что никто не наносил моей малой родине такой страшный ущерб, никто не причинял столько горя и разрушений, сколько причинила Россия. Тысячи, десятки тысяч моих земляков погибли просто потому, что Россия решила защищать их от Ирины Фарион. Это самые разные люди, среди них были и те, кто за Украину, но было и очень много тех, кто был за Россию. Россия не делала различия, когда скидывала бомбы на Мариуполь, там, на Бахмут, на Авдеевку и так далее. Она не различала, в чей дом попадет, кто там погибнет и так далее. И эти люди, что самое главное, сегодня были бы живы, а их дома сегодня были бы целы, если бы Россия не пришла их защищать. Нет нигде оптимистичной ситуации. У нас один из своих людей поставляет за общество бадронов всем. И той стороне, и той.